Здравствуйте всем! Это Сабрина из Russian Homestead Girl И мой брат Да Джоэш Из Сабри... Сабирин Приды Да И сегодня мы здесь В садовый питомник Нам рекомендовали этот питомник И сказали, что очень-очень крутой И мы приехали сюда Увидеть, что здесь Поехали с нами и посмотрим Что у них есть Да, это тоже Дамы и господа, приветствую вам в эту прекрасную саду Здесь они продаются Да, здесь там на фоне только Отличные Растения Что для ваших Садовый Айбарок Аааааааа Давайте посмотрим... Мы ничего не слышим из-за машины И там у нас есть отличный газел, который прыгает через горы. А нет, это другая газелка. Эта газела ездит через горы, но только если дождь не был. Если дождь был, он просто стоит вместе и не может дриться. Потому что возле дождя котов так красиво, что просто стоят и смотрят. И есть... Тоже не могу двигаться, потому что много дождя и вы остаетесь больше. Да, да. Пойдем. Сегодня прекрасный солнечный день. И да, давайте посмотрим, что мама и папа смотрят. Хорошо, пойдем, пойдем. Здесь есть так известный... Так известный, что я только что забыл, как они называются на ручке. Бород. Да, да, да. Очень персидия. Милли. Прекрасный вид. Да. Да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова На.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Кто ездит? А кто здесь главный? Они оба едут. Думали, что оба ведут детей. Здесь очень-очень красивое расположение. Здесь горы вокруг. И здесь такой большой вибр растений. Очень классно. И они все уже готовы к нашим обстоятельствам. Нет. Ну, погода здесь. Они все аккломатированы. Как видите, здесь они выращивают очень-очень много фруктовых деревьев. Разные яблоки, груши, абрикосы, всё-всё. И всё это, ну, подходит нашему климату. Здесь дерева очень большие. Ну, довольно большие. Значит, что у них будет хорошее начало, если ты их посадишь. Ты не видела место здесь? Там, ну, мы, где горы начинаются. Там, ну, холмы. Да. И, наверное, видно, но на холме есть коровы, стад коровы. И они просто гуляют туда и ем всё. Очень красиво. Да, очень. Получение очень хорошее. Моя сестра думает, что мой русский язык это очень смешно. Нет, я думаю, он очень хороший. Мне нравится, когда ты говоришь в русском. У русский. Нет, ты просто смешно... Я уже слышал. Ты просто весёлый человек. Иногда. Продолжим? Продолжим. Вот здесь яблоко. Сувенир Алтая. Я думаю, вот такой сувенир нужно купить, когда едешь на Алтай. Лучше любого магнита. Можешь купить один каждый год. Да, да, да. Это не проблема. Да. Давай, подожди-ка, пожалуйста. Я хотела рассказать, пока здесь тихо. У нас вообще-то в семье очень как-то интересная традиция появилась. Давным-давно, когда мои родители поженились, было время, когда мой отец покупал святые для мамы. И это продолжалось некоторое время. И однажды она наконец-то сказала, что ей больше нравится, когда она получит растение с корнями, чем получить святые. Чтобы она могла посадить это растение, а потом он будет продолжать жить и будет больше святой. Папа послушалась и думала, это крутая идея. И с тех пор он покупает ей растение. И, ну, в скорое время у нас был очень, у нас был очень красивый свят, полон святами. Так что до сих пор мы покупаем растение с корнями чаще всего. Интересная традиция. Святые с корнями. С корнями, да. Вечные святые. Вот эти все комнатные растения. Зато некоторые из них не думают поместиться в комнате. Вот здесь я не знаю, как это на русском, но называется на английском монстера. Но он, правда, похожий на монстра. Он такой большой. Да. Покажи нашу мяту. Нашу мяту. Это мята Швейцария. Да. Очень вкусно пахнет. Да. Я не знаю, как эти конфеты называются, но... Мятные конфетки. Так. Очень похоже на это. И я думаю, что это будет отличным врачом. Да. Мы ее покупаем. Да. Хочешь пахнет? Да. Через телефон ты можешь... Чувствовать, да. Чувствовать. Пахнет. Очень вкусно. Да. На здоровье. У нас был этот растение в Австралии. Да-да-да. Не знаю, как это называется. Русский. На английском можно назвать закерри. Да. Это нефролепис. Думаю. Нефролепис? Не знаю. Может быть, это лактанский. Да. Много этих растений расчетло стало. Да. У нас были... Эти растения... Эти растения... Расчисто они все комнатные. Да. Но после этого я не могу жить и на улице. Да. Слушай. Эти растения были у нас... Да. Да. Мы только что это видели. У нас была эта растения... Даже эта была. Эта? Нет, эта. Эта? Да. Так много. Да. Как я уже говорила, мама очень любила растения с корнями. То есть, у них нет цветов, но почти то же самое. Такая интересная. Что? Кактус. Кактус. У нас не было кактусов. Они растет, но они не очень красивые. Они нам не понравились. По-моему. Они колючие. Ало Вера. Ало Вера. Ало Вера. У нас очень-очень много ало Вера. Даже здесь, в России. Она такая полезная. У меня есть очень большая ало Вера. Очень большая. Настолько большая. Это его гордость. Потому что это его растение. У него уже есть имя. Правда? Да. Ало Вера. Ало Вера. Да. Это значит... Я помню сейчас. Но это на русском называется Калучи. Нет. Что-то. Вроде это. И все. Ну, ребята. Мы все осмотрели здесь. Очень классно, что здесь такой большой видор. И можно сразу увидеть, как выглядит растение. Как он растет. И знать, что он подходит этому месту. Очень классно. Неверно. Потом, когда у нас уже будет дом построен. Мы вернемся сюда. И будем купать больше растений. Сегодня у нас только одна. Но она мне не нравится. Надеюсь, что вам было интересно посмотреть с нами. Если да, пожалуйста, ставьте лайк. Напишите комментарий вниз. И подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. До следующего раза, ребята. Пока. Привет, ребята. Что это за... Когда я хотела больше жизни, я не это имела в виду. Если вы хотите знать, то какая это растение, это мята. Ну, мы же сказали. Может быть. Красно, что здесь такой большой вебр. Можно сразу увидеть, ну... Будь здоровы. Нам себя. И сегодня... Мы... Давайте я начну, а ты потом продолжишь. Спасибо. 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 Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода.